Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже есть Бураск, но только взять вы можете исключительно в составе набора вместе с АМХ первым прототипом. Что это значит? Это значит, что Бураска не хотят отдавать просто так. Раньше на него ценник был целых 12,5 тысяч за голую машину. Просто машина и слот в ангаре. И видео на канале у меня есть. В пределах данного видоса вот здесь сверху появится соответствующая ссылочка. Зайдите, посмотрите. Что касается самого Бураска. Машина довольно интересная, довольно классная. Она есть у меня на моем твинке. На основе машины нет. И честно говоря, я бы отнес данную машину лично для себя, как одну из приоритетных машин для выполнения разного рода боевых задач. Уж больно она мне понравилась. Поначалу относился к ней скептически, но поиграв на ней, понял, что машина довольно классная, интересная и веселая. Жалко только, что взять его отдельно у вас не получится. Единственное, что если вы будете рассматривать вариант за 18,5 тысяч, то здесь тогда получается, что Бураска вам обходится в 8,5 тысяч, а не в 12,5 тысяч в голом состоянии, как его раньше продавали. Да и плюс еще в составе набора есть разного рода плюшки. Поэтому, друзья мои, к сожалению, отдельно не продается. Ну а покупать ли набором вместе с АМХ, здесь уже решать вам. Кстати, обзор на АМХ на канале уже есть, ссылочка вот она, заходите, смотрите, плюс к тому обязательно добавлю в описании к данным видео. Что касается Бураска, машина крайне неоднозначная и, возможно, подойдет не всем. Мне поначалу она не то, чтобы не понравилась, она меня очень сильно смущала своими техническими характеристиками. Но когда поиграл, плюс-минус понял, что в целом необходимо просто понимать, что ты картонен абсолютно полностью, и когда ты это осознаешь, тогда тебе будет счастье. Что касается сравнения с другими машинами. Я отобрал все машины на соответствующем уровне, на восьмом, которые являются барабанами. Единственное, что нам необходимо убрать двух вот этих вот товарищей, потому что это все-таки барабаны с системой дозарядки. В любом случае, Бураска это единственная машина на уровне среди средних танков, которая имеет два снаряда в магазине, и магазин является цикличным. Все остальные ребята имеют либо три снаряда, либо целых четыре. И при этом всем, ребята, обратите внимание, что ДПМ у машины, я бы сказал, худший на уровне. Ну, один из худших, да, здесь есть еще у нас Рекс 105, но в целом я бы сказал, что они по ДПМ довольно-таки похожи. Что касается, ребят, всех остальных технических характеристик, все очень-очень средне. Средняя бронепробиваемость, альфа, которая вроде бы и классная, но сравнивая с другими машинами, безусловно, которые выходят за пределы данного списка, она тоже не является суперогромной. При этом, ребят, все-таки, что классно, что у него есть два снаряда, которые вы отбрасываете через каждые две секунды. Точнее, не так, через две секунды вы кидаете второй свой снаряд и уходите на перезарядку. Таким образом, получается, что вы забрасываете за, грубо говоря, три секунды, да, то есть один раз там прицелились, выстрелили, эта секунда ушла, перезарядились и еще раз выстрелили. При этом вы наносите 640 единиц среднего урона. Это довольно-таки круто, согласитесь. Что касается негативов по машине, если сравнивать с другими. Вроде бы должно подкачивать время сведения, но в целом, ребят, играется вполне комфортно, вполне нормально. По подвижности довольно классно передвигается по карте, вопросов нет, гораздо лучше, чем многие другие. Что касается доходности, у меня информации по доходности точно нет, но четко могу сказать, что это где-то в районе 170-175. То есть на плинтусе вы лежать не будете. Ну и в целом, у меня были такие бои, за которые я вывозил абсолютно спокойно больше 120 тысяч серебром, чему был очень сильно рад. Ну, правда, с учетом активированного прем-аккаунта. Что касается процента по побед, то вот здесь уже все гораздо веселее. Обратите внимание, что целых 3500 игроков играет на данной машине. И, ребят, статистика в принципе ровная, как вы видите. 60%. 60% побед, при том, что все остальные машины на уровне, та же самая Skoda, которая мне очень сильно нравится, и на ней получается отыгрывать, имеет 54%. А здесь целых 60% на таком огромном количестве игроков. Как это получается? Это получается благодаря тому, что машина действительно комфортная. Как я уже сказал, просто необходимо понять, что вы картон. И когда вы это осознаете, тогда вы будете нормально реализовывать данный аппарат. Да, безусловно, нам для этого придется немножко поиграть, немножечко пострадать в начале. Но потом, тот фан и кайф, который вы будете ощущать, действительно того стоит. Что касается технических характеристик по машине, которые мы можем посмотреть с вами непосредственно стоя в ангаре. Я поставил себе оборудование на улучшение пробития, потому что на 8 уровне пробития не хватает. И если вы поставите себе вентилятор, то вы выигрываете на перезарядке магазина всего лишь 0.4. И я поиграл, и на бураске я не ощутил какой-то существенной разницы в ощущениях от игры и от времени перезарядки самого орудия. А вот что касается, ребят, пробития, то оно действительно становится немножко неприятным. 190 единиц и на бураска это проблема, потому что периодически попадает он к девяткам, а еще рано или поздно вам придется встретиться с какими-нибудь бронированными восьмерками. Поэтому я себе лично поставил вот таким вот образом. Плюс к тому я поставил себе на улучшение хпшки, понятное дело, потому что с учетом отсутствия брони, добавлять 4% к несуществующему, это в принципе добавлять 0 к 0. Поэтому, ребят, вот так вот у себя все поставил. Не претендую на то, что я все правильно ставлю, я просто играю так, как мне комфортно. А как комфортно вам, вот так себе оборудку и ставьте. Пока мы заходим с вами в бой, я приглашаю всех к себе на дискорд сервер. Я говорю об этом в каждом своем видео. Дело в том, что на дискорде вы можете пообщаться с ребятами, которые разделяют вашу любовь к танкам. Можете похвастаться своими результатами, попереписываться, позадавать вопросы, пополучать ответы. Плюс к тому, ребят, там есть раздел новости игры. Теперь нет необходимости бегать по разным сервакам и искать информацию о новостях на разных... Господи, скажите, я скажу вам. На разных серваках, простите, пожалуйста. Вне зависимости от того, на каком сервере вы играете, вы всю эту информацию можете найти на моем дискорд сервере. Туда она стекается, там она публикуется, как только она появляется в официальных источниках. Плюс к тому, ребят, если вы обратили внимание, там есть дополнительно отдельный раздел новости канала, где публикуется информация о выходе новых видео на канале. Поэтому, ребят, заходите. Ну, а еще обязательно подписывайтесь на канал. Давайте будем дружить, весело вместе проводить время, кайфовать, играть в удовольствие. Кроме того, ребят, в ближайшую субботу, то бишь завтра, создаётся очередной розыгрыш на прямой трансляции, которая у меня планируется, субботняя катка. И там вы можете выиграть себе боевой пропуск, нет, не так, особый пропуск на батл пасс данного месяца. И я совсем заговорился, ребят. Задумался, куда ехать батл пасс на следующий месяц, и на него соответствующий особый пропуск с лицензией. Вот, вот, теперь вроде бы сформулировал мысль. Простите, немножко приболел, температурит, но всё равно продолжаю снимать, пока имею такую возможность. Зря я сюда поднялся. Никто меня не хочет нормально поддерживать. Ликан там делает вид, что он что-то пытается. Но пока не сильно результативно у него это получается. И дальше, честно говоря, отстаивать, не знаю, торговать собой. Тогда, когда Ликан, будучи тяжёлым танком, стоит, отыгрывает сугубо от башни. Зафига я тогда буду собой расторговывать. Поеду лучше на другое направление. Пусть дальше сам там кучкуется. Плюс СТ-шка, которая абсолютно не хочет никому ничем помогать. Видит, что на горе стоит двое. И при этом он здесь стоит и непонятно, кого выцеливает. Там, где, в принципе, никого нет. Лучше поеду сюда. Так. Ханылимся, ханылимся. Передвигаться на Бураске очень комфортно, очень классно. Действительно, не чувствуешь себя там прям каким-то ущербным. Передвигаешься очень чётенько. Всё классно, всё просто супер. Откидываешь по 300 с копейками. Помогает добирать недобитков, как это было сейчас с уничтожителем. Сейчас немножко придётся похорониться. Время перезарядки магазина всё-таки довольно-таки долговатое. Но зато, когда я перезаряжусь, я буду способен абсолютно классно дальше поддерживать своих союзников. И получать удовольствие от боёв. Не поеду я сюда. Там меня ПТ-шка будет выцеливать. На Бураске стоит играть исключительно осторожно. Исключительно крайне. Крайне аккуратно. Пытаться не попадать в засветы. Пытаться находить вот такие вот какие-то интересные места, в которых тебя не ожидают. Допустим, увидеть, отыгрывать по засветам своих союзников. Крайне редко. Но приходится всё-таки самому себе подсвечивать. Это не очень, конечно, комфортно. Потому что тебя вот как сейчас, допустим, будут разбирать. Причём я ребят вообще не вижу. Они видят меня. Но, в целом, мне лично заходит. Очень весёлая, приятная машинка. Что касается углов склонения орудия вниз. Я бы не сказал, что очень комфортно. Пользуясь случаем, как видите, орудие вниз практически не склоняется. Стоит его опустить на сторону, становится веселее. С учётом того, что вы картон. И картон, вне зависимости от того, в какой проекции на вас смотреть. Спереди или сбоку. То, по большому счёту, факт того, что вы склоняете орудие на бок, абсолютно ни на что не влияет. То есть, бывают такие машины, на которых дискомфортно склонять орудие на бок. Потому что, в таком случае, вас будут пробивать. А если вы склоняете орудие спереди, то, соответственно, отыгрываете от башни. Данная машина не страдает, в кавычках говоря, наличием брони по башням. Соответственно, не имеет абсолютно никакого значения, как конкретно вы на ней будете становиться. Брат, едь в ангар, пожалуйста. Я тебя очень сильно прошу, ты мне реально весь обзор портишь. Поэтому, друзья мои, эта машина, в первую очередь, подойдёт исключительно тем ребятам, которые умеют играть на картонных лёгких танках. Вот если вы на лёгких танках умеете играть, если у вас получается реализовать себя вне зависимости от скудной живучести, тогда вы действительно сможете на бураске фаниться и задорно кататься. Я не могу сказать, что в данном бою я сделал много. Я не буду брать данную машину в следующий бой. Могу лишь сказать, что это бой, в принципе, стандартный для бураска, плюс-минус. Но, если брать оставшиеся бои, да, то есть уходить немножко от стандарта, то в большинстве случаев вы будете уходить по урону гораздо выше и будете получать гораздо больше прибыли по серебру. А вот что касается провальных боёв, то они вас однозначно ожидают, но они вас ожидают исключительно в начале. В начале тогда, когда у вас бураск появится в вашем ангаре. Вот когда вы к нему привыкнете, тогда вы будете отыгрывать вот так, вот как минимум, а в довольно-таки большом количестве случаев вы ещё и будете отыгрывать лучше. Вот такой вот честный обзорчик на бураска. Машина довольно классная, интересная. Стоит ли он 8,5? Да, но проблема заключается в том, что отдельно за 8,5, по крайней мере сейчас, вы его приобрести не можете. Я его брал дешевле. Я его брал себе, уж не помню, по-моему, на новогоднем аукционе, если я не ошибаюсь. Но в любом случае брал его, как я точно так же сказал про АМХ, который сейчас тоже стоит на продаже. Я брал бураска себе на твинг исключительно из жадности, потому что у меня на нём была голда, и мне необходимо было пополнять ангары своих всех аккаунтов за отсутствие на то время пресс-аккаунтов для того, чтобы снимать видео. Я хотел бураска себе купить именно для того, чтобы просто в своё время, когда он появится на продаже, снять на него обзор. Но потом машина мне настолько понравилась, что я до сих пор жалею о том, что у меня конкретно бураска на основе нет. Немного таких машин у меня, но он к ним однозначно относится. Если вы за честные обзоры, обязательно подписывайтесь на канал, приходите на стримы, давайте вместе весело отдыхать и проводить время. А на данный момент у меня всё. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!